Говорить чужим языком в мире политики — явление довольно распространенное. Этим неоднократно пользовались в прошлом, увлекаются поныне, особенно те, кто изображают из себя опекунов и благодетелей обиженных и незащищенных. На самом же деле выставляющие себя сердобольными, это мастеры интриг, которые пекутся не о слабых, а о себе любимых. Под защитой оказываются те, которыми сильные жертвуют в большой игре. Им не жалко тех, кто готов предоставить себя в распоряжение маститых игроков. Конец же сказочной истории приходит сразу, как наступает прозрение, и обманутым достаются одни издержки до разочарования. Армения и армяне не раз в прошлом оказывались в роли разыгрываемых, и похоже, история их ничему не научила. Да, своей государственности они добились, но заложенный в его фундамент фальшивый сегмент играет перманентно роковую роль. Новый заход в море авантюр на почве армянских переживаний западных кругов снова ведет дело к точки кипения на Южном Кавказе. Да, клад Запада под названием углубление отношений между Европейским Союзом и Арменией, больше Европы в Армении, больше Армении в Европе, за которым маячит те не так называемые группы сеть друзей Армении, на расстоянии отдает запахам скверны. В сети объединились пенсионеры западной элиты, которым подвернулась выгодная халтура. Им не впервой дурить главарей хайского племени ради наживы. Но непонятно то, как охотно и с большим удовольствием армянский премьер Никол Пашинян и его единомышленники кладут головы на плаху матерых аферистов, делая вид, что впереди всем светит профит. Понятно, что заготовленный бывшим премьер-министром Дании экс-генсиком Ната Андерсом Фокрос Мусеном и его группой пряник для Еревана выглядит притягательно, пахнет ванилью. Однако в пакете есть еще и другие вкусовые ингредиенты, и когда разойдутся ароматы резких тонов, будет не до эйфории, и Еревану мало не покажется. В заявлении МИД Азербайджана по поводу Росмусеновского доклада черным по белому отображена фальшивая семантика опуса, где правды кот наплакал, а клеветы и инсинуации, хоть отбавляй. Несомненно, Запад ополчился на Азербайджан с далеко идущими целями. Если на кону стоит тема углубления отношений между Арменией и Европейским Союзом, то какие могут быть возражения и вопросы, как говорится, ради бога, дружите и лобызайтесь. Но зачем лить на просыну на боку, обвинять его во всех смертных грехах, да еще и выставляя в образе монстра. Неужели виновником многолетнего напряжения на Южном Кавказе был Азербайджан? Нет, конечно. Подробности Карабахского конфликта известны всем, как и известны причинно-следственные мотивы межнационального обострения, возникшего на почве территориальных притязаний Еревана. Если ранее многим казалось, что проект обострения был выработан в недрах Кремля, то позже стало ясно, что все нити вели на Запад. Воспользовавшись армяно-азербайджанским обострением, там привели в движение план кристаллизации советской страны. Если цель была достигнута, тогда с какой стати пресловутый армянский вопрос продолжает будоражить умы многих государств и их элит в наши дня? Армянские аппетиты, равно как и желание сил, их подогревающих, неуемны. Западные политтехнологии заготовили новые издания фундаментального труда под названием «Обрушение Востока». Но при чем здесь хайский сегмент? При том, что он продолжает играть роль инструмента. Да он ржавый и перекосившийся, однако технологи продолжают старательно и увлеченно работать над его модернизацией. Однако им невдомек, что материал до нельзя износился, и ничего путного он не даст. Это как минимум хорошо видно из Баку. У армянской лоббистской группы настоящий час пик, потому что завязывается прибыльная сделка с Ириваном. От нее перепадет многим бывшим, который непрочно варится на тиражировании армянских мифов. Но пенсионеры — это ведь первый ряд, а за ним стоят более серьезные силы, которым не терпится реализовать то, что не получилось сто лет назад после Первой мировой войны. Им как воздух и вода, нужен Кавказ, очищенный от российско-иранского и турецкого воздействия. Предстоящая 5 апреля трехсторонняя конференция с участием США, Европейского Союза и Армении всерьез ставит задачи по предотвращению мирного процесса, инициатором которого выступает официальный Баку. И все ради провоцирования новой региональной эскалации, чтобы впоследствии разместить в стратегическом треугольнике западный сапог. Не зря мировые экспертные сообщества в ряду наиболее опасных турбулентных очагов называют Южный Кавказ, откуда может возникнуть искра большой бойни. Скорее Запад над тем и работает, чтобы в этом регионе зародились триггеры для большого столкновения. В качестве завязки выступает интернационализация армяно-азербайджанского конфликта, за который западные круги держатся, как за спасительную возможность. Совершенно очевидно, кто противники мирного процесса скооперировались, чтобы реализовать зловещие планы в регионе, где народы порядком устали от затянувшегося противостояния. Неспроста авторы злополучного доклада обвиняют Баку в создании угроз территориальной целостности и суверенитету Армении, тогда как жертвой армянской агрессии на протяжении долгих лет был Азербайджан, подвергшийся многочисленным тяжким военным преступлениям Иривана. Окупация и этнические чистки, геноцид в Хаджала и насилие в отношении гражданского населения, вот неполный перечень злодеяний армян, которых сегодня рьяно защищают Макроны, Расмусена и Баррили. Игнорирование доказанных фактов армянских преступлений не есть выход из положения. Поощая Хаев на новые подвиги, подстрекая их на реваншизм, Запад выступает в амплуасы участника незаконных деяний, обнажая свою преступную сущность. Пропагандистская сходка, в которой переплелись интересы официальных армянских структур, мирового армянства и их закадычных друзей с Запада, показывает, как единомышленники сошлись вокруг единой цели, сутью которой является хаотизация и положение на Южном Кавказе. Безрассудный подход не отвечает интересам не только Азербайджана, но и других соседних стран, и это еще раз свидетельствует о мудрости и дальновидности азербайджанского лидера Ильхама Алиева, который своевременно выступил с инициативой создания платформы 3 плюс 3. Она представляет собой единственный верный и рациональный формат сотрудничества ради стабилизации положения на Южном Кавказе и вокруг него. Запад и его пресные должны знать свое место и не лезть в чужой монастырь со своим грязным уставом. Наряду с этим маститым провокатором и смутьяном пора отвыкать от привычки общения чужим языком. На дворе новый век, который многому учит, в том числе и культуре сохранения имиджа и лица. Дела Кавказа должны и будут находиться в компетенции государств региона, который убедительно разворачивается в сторону предметной интеграции со здравой частью сообщества. Этому выбору альтернативы нет.